итак ведро уже под завязочку видите вон моя ласточка так ну что я все выложил вернусь в ту же сторону а потом буду там обходить в общем посмотрите обожаю такую погоду не знаю может кто-то любит солнце мне нравится такая вот тихая когда туман так уютно в лесу так наша первая находка соснички я думаю что это масленок просто он большой большой возможно старый же хотя нет друзья он не старый ножка чуть-чуть правда была поражена мы ее тут прикопаем чикс нормальный гладим масло чуть рыбнички нападают так пора отсюда текать люди ходят ходят и пропускают а потому что тут какого цвета шляпка такого то есть какого листочки такого и шляпка вот красота и так кажется вот на открытом месте а он весь несмотря ни на что растет никто его еще не нашел кроме меня друзья случилось кое-что неприятное закончилась память в телефоне так что буду по старинке снимать на экшен камеру вы уж затрясучку простите и вот не получилось заснять как я насобирал вот этих вот прелестных масляточек это каждый масленочек я показывать не буду но вот такие самые яркие сразу три штучки бонусом конечно мне падают ведро маслятки но я иду не за ними хочу сегодня собрать настоящих трофейных грибов появилась в лесу такая красота зонтик смотрите друзья мы же берем только шляпку но когда-то я вам рассказывал что ножку можно сушить молоть на кофемолке и добавлять в качестве специи придать блюду грибной вкус собственно ради чего я здесь смотрите как вам а очень красивый а вон ездят машины а тут такая красота не уверен что камера передаст этот цвет глубокий глубокий коричневый но грибок очень красивый а вот совсем рядышком из песка показалось что-то беленькое я уверен что это пелячок такой вот хороший наконец-то беленькие хоть стали попадаться вот еще один красивый зонтичек стоит так хочется их приготовить в кляре обожаю это блюдо это отбивная получается даже вкуснее чем куриная те зонтики совсем маленькие были а вот я нашел хороший экземпляр просто отличный они настолько хороши что их можно кушать даже сырыми единственный минус что они хрупкие так вот идем вдоль канавки тоже тут у нас вырядывает интересно я думаю это масленок так и есть это прекрасный свежий масленочек вот надо с него травку убирать маслятки пошли так что сейчас точно грибов хватит всем что там маслятки друзья мои смотрите вон какая шляпень вылазит это что-то мощное а вы уже догадались кто это беляк это беляш собственной персоной вот только что он весь в песке ну то ничего теперь я понимаю для чего нужна щеточка грибнику так тут уже люди близко а это кто поднял мох ну это так высоко поднял мох это ли не беляшик по-английски их называют парцини ну такой итальянский мотив чувствуется в этом названии тут же я вижу еще один бугорочек мха и это тоже беленький грибочек кричат кричат так я однажды так ножик забыл когда-то и особенно вот смотрите еще да они маленькие но очень приятные это все на вот этом участке мха тут нужно внимательно смотреть они еще не повылазили но мох уже подымают здесь умер ёжик пусть земля ему будет пухом так вот парциний так называют по-английски белые грибы мне напоминает это украинское слово парцеляновый то значит фарфоровый такой действительно белый фарфор может быть это как-то связано я думаю надо отправляться в свою стихию вон там дальше болото сейчас мы туда пойдем проверим оттуда конечно доносились голоса грибничков ну как мы с вами знаем это не приговор сейчас слышно звон даже вот этой вот контрольно-наблюдательной полосе можно отследить количество ног перешедших на ту сторону и так погружаемся в болото и вот погружаясь видим прекрасные зонтички вот один один к примеру в воду дома кидаете и там он раскрывается вон еще сейчас пошел период их него роста только зашел только зашел и увидел такой он наверное уже старый сейчас посмотрим ну ка иди к папе то не он нормальный большой сейчас он эти зонтики попридавит попридавит а вот сразу то и не увидишь а вот эти вот экземпляры друзья очень очень свежие смотрите класс вот оно тут все в траве в травушке муравушки там кто-то лезет целого ведра мало да я только зашел надо быть очень очень внимательным такой траве только 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 зашел весь секрет в том друзья что я иду очень очень медленно я одно болото могу два часа обходить и там где остальные пробегут им важно покрыть как можно более обширную территорию вот например сразу то его не видно нужно останавливаться присматриваться так что даю бесплатные видео уроки вот особенно в такой травке нужно хорошо смотреть тщательно ну что там людей пройти негде поэтому пойдем ка мы наверное в другое место по пути он к тому болотцу попадаются мне частенько маслятки вот такие свежие я думаю дойду я к тому болотцу а грибы то класть уже некуда будет но этого наступил кто-то и раздавил его какой большой жалко раздавленный видите сегодня тоже будет ассорти из разных грибов вот мы подходим очень красивая местность такое зеркальное болото сейчас будем проверять встретился бы кто из подписчиков и подарил бы мне бутерброд с салом я бы наверное сейчас ему и показал бы свое болото и грибов бы подарил надо было взять с собой что-то ну ничего поголодать полезно наверное потому как я слышал и другое мнение не нужно преодолевать себя нужно себя беречь кушать когда тебе хочется жизни так коротка жизнь как пеленка коротка и обкакана так когда-то пошутил мой батя и только вот положительными эмоциями мы можем продлить себе житуху вот такими положительными эмоциями смотрите шляпы почти нету зато нога выиграла бы конкурс красоты еще подумал болотце такое вроде стерильная стерильная отсюда два парня вышла но думаю они тут как грейдерами он нет вот такая вот ножище а я только камеру выключать хотел не надо этого делать сказал мне вот этот подоз с неприглядного ракурса он просил не показывать так что запомните его таким они таким а как у юрия дудя есть рабочий есть тут рядышком еще такие вот сразу показалось замученные но они такие нормальные вроде 2 замученные скажем так ну возьмем возьмем я всех беру у меня для всех места хватит это конечно не то или то это челядь еще еще попался характерной особенностью является то что они на тонкой ножке вот зато чистенький зато чистенький и хороший ждешь ждешь этой поры целый год и ушла ну хоть видео останутся иду и улыбаюсь гляньте все на тонких на ножках на этот вот на за какая а шляпки нет почти пошел в корень улыбался перевел взгляд и вижу вот такая крыша в листьях ну ка он шикарен форма такая необычная плоская сверху а еще он чистенький ну ка оп так как то чтобы не повредить его жалко ведь такой экземпляр поставлю ка я тут ведерце потому как он там так этот подбереживающих считаю уже негодным пусть он тут будет вот этот считаю хорошим вот еще два вот эти два еще хорошие это мы сейчас отнесем чтоб его не раздавить а я думаю что-то подберезовики не встречаются мне ну ка подождите тут признаться честно я их менее ценю нежели нежели подосиновики но бывают экземпляры очень очень даже ничего чем плохо хорош только какашки он у него машины но не видите сдуваются в этом ничего страшного нету и зазорного хороший чистенький подберезовик опа сейчас эти и эти тоже и этот тоже шикарная грибалочка сегодня получается потому как после людей идешь и собираешь потихоньку а все потому что каждого каждого ждет свой вот так вот и так мы покидаем это это чудное болотце вот такой вот результате сейчас еще в хвоя немножко пройдусь посмотрю и наверное буду уже направляться домой ну вот как раз выходим и вижу вот а тут вот смотрите сколько их здесь я тогда берем голодухи не помрем друзья у вас бывало такое что класть уже некуда они все находятся и находятся тут кто-то вот раздавил вот здесь вот я уже много нашел и набил уже в полное ведро с горой главное не растерять по пути ну как вот его не взять как его не взять у него родственника они же такие хорошие свежие не червилы на хороших ножках класс ну что дорогие мои зрители пришло время сказать вам до свидания буду рад вашей подписке а еще буду очень рад вашему комментарию кому понравилось знаете что делать будьте здоровы и всем пока пока ну Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok